приветствую сердечно дорогой владимир как ваши дела как у погода у вас там здравствуйте хасай магомедович лето в самом разгаре погода у нас замечательная вот настроение хорошее хорошо замечательно вы что-то хотели рассказать правда да есть что-то очень интересное и вообще чем больше я осваиваю этот метод ключ тем больше я вообще начинаю понимать происходящее со мной с членами моей семьи и вообще даже что происходило со мной в детстве в общем тут была такая ситуация меня в последнее время очень интересует именно что делать в стрессовых ситуациях была такая ситуация у меня дочь была в таком очень беспокойном состоянии после одного случая я чувствую она испытывает очень сильный стресс прям вот адреналин зашкаливает и я понимаю что успокаивать как бы ну уже понимаю что здесь делом так не поможешь просто пытаться успокоить я не просто подхожу и говорю знаешь я в таких ситуациях делаю вот определенные движения упражнения давай сделаем вместе хочешь я тебе покажу она говорит ну давай покажи и а я и сразу объяснил я говорю понимаешь в твоем сейчас состоянии не каждое движение может помочь нужно будет подобрать такое которое тебе именно приятно хорошо хорошо давай грусть делаем синхрогимнастику начинаю показывать первое движение вот значит да руками по спине хлест руками по спине она готова я чуть не очень хочу в общем мне это не нравится не буду я вот ладно говорю показываю я лыжника ой мне тоже если это не очень нравится то есть я показываю вот она смотрит на меня вот не нравится я говорю давай шалтай болтай вот опять но состояние же стрессовое вот и она говорит ну вот я себя по спине могу ударить в общем не это не очень удобно и в конце концов я стою слушай а знаешь еще есть такое очень интересное упражнение выбор гимнастика а я заинтересовала ну давай вместе я груб просто начинаем трястись просто трясемся и между прочим хасай богомедович вот перед тем как вам позвонить я все равно волнуюсь я давай тут ногой трястись успокоился все нормально отлично как в результате результате я-то успокоился и она начала трястись со мной я говорю так трясешься а теперь говорю смотри я начинаю ускоряться и она начинает за мной ускоряться мы все быстрее 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 трясемся 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 я говорю а теперь сбрасываем скорости трясемся очень медленно начинаем трястись медленно трясемся трясемся а теперь говорю, вот ты сама подберешь себе вот эту скорость, которая тебе будет приятно. Отлично, отлично. Да, сама теперь, без меня. И продолжаю сам трястись. Она на меня смотрит и, говорит, понимаешь, говорит, вот ты говоришь, и у меня, говорит, здесь мышцы напрягаются вслед за тобой. Ты трясешься, и я, говорит, за тобой этот темп повторяю. Я говорю, тогда что мне делать? Говорю, давай тогда я останавливаюсь. Я останавливаюсь, она начинает подбирать темп. Я говорю, теперь я могу продолжить. Ну, говорит, продолжай. И вот я, значит, тоже, она трясется, я трясусь. Оп, успокаиваемся уже, такие, хорошо. И мысли тут, Хасай Маговедович, такие пришли мысли, я удивлен. Я стою, я говорю, и рассказываю ей, что я чувствую. Как мне хорошо, как мне свободно. Я говорю, тоже скорость подобрал. Вот, все, вот, видишь. Я говорю, знаешь, на что это похоже? Она говорит, на что? Я говорю, вот, шаманы есть. Вот. Они, говорю, бубны берут в руки и начинают плясать вокруг человека. Да. И я такой представил, будто у меня бубен в руках. И как, начиная вокруг нее тоже, вот, трястись там и как будто по бубну бью. Значит, вокруг нее пляшу, говорю, все, изгоняю злых духов. И она вот вместе со мной вот таким темпом тоже вот... Понятно, понятно. Да, да, да. Изгоняю, говорю, злых духов, так вот так. И форточку отправил. И тут такой сброс произошел, удивительный. То есть до этого был адреналин, прям сильный. И она как, и расплакалась, и рассмеялась. Да, да, да. У нее все, прям вот все сбросилось. Как только частота совпала, сразу резонанс и сразу... Да, да, да. Ну и, в общем, я тоже рассмеялся. Мы, в общем, оба обнялись, смеемся. Казалось бы, вот, ну, буквально там минут 10 назад, да, ситуация, а она там не могла, долго-долго не могла успокоиться. Вот. Буквально 5-10 минут. И вот тут, я думаю, интересная вещь. Вот не просто же так мне эта мысль пришла. Да. И, да. Инсайт, инсайт произошел. Да, да, да. Я думаю, а что если... Вот я предположил. Вот. Раньше мне казалось, что шаманы, вот они прыгают. Я думаю, зачем, да? Ну, вроде бы говорят, что они человека в транс водят. А я-то не понимал. А теперь, именно потому, что дочка сказала, что за мной повторяет этот ритм, я послушал разных шаманов, посмотрел там, что они делают в видеозаписи в интернете и думаю, а ведь действительно, они то медины играют, то потом начинают быстрее играть, то еще какой-то темп меняют. И предположил, а что действительно, если они знают, что вот тот человек, который к ним за помощью пришел, он будет настраиваться на этот темп, настраиваться, да, удар по барабану. И они, видимо, подбирают темп, соответствующий текущему состоянию человека. Вот он, разные люди приходят же с разными проблемами. Они подбирают и смотрят. Я не знаю, вот я не шаман, хотя вот на варгане играть. Это именно вероятнее всего именно так. Да, да. И мне кажется, вот потому что я же на дочку смотрю, она успокоилась. У меня-то не было бубна, но я вокруг нее скакал, и она прыгала. И мне кажется, да, и мне кажется, что действительно, что они смотрят на человека. И если человек начинает, видимо, там двигаться каким-то образом, или что-то с ним происходит, и они в этом темпе долго-долго играют. И человек входит вот в это состояние нулевое. Подбирают в соответствии с его состоянием, ритмом. Да, да, да. У него расслабляются, и он сам себя излечивает. Ну, а шаман, у него атрибуты, там, трава, дым, там, все. Да, да, да. Это чтобы внимание фиксировать. Конечно, конечно. Да, да, да. Вот. И я потом подумаю. Действительно, я же сам иногда бывает музыку быструю слушаю, когда очень напряжен. Я иногда ритмичную музыку слушаю, и как-то меня немножко вроде бы она успокаивает. И я подумал, ну, шаман шаманом, ну, что к шаманам бегать, постоянно лечиться, что ли? Получается? Да, правильно подбирать ритм. Владимир, очень великолепное наблюдение и анализ прекрасный. Спасибо вам огромное. А как дочка потом? Это когда было? Давно было, недавно было? Так. Сегодня у нас понедельник, так и вчера было, получается, да? Ну, как потом, потом она как себя чувствовала? Она очень хорошо, вообще замечательно. То есть я все, мы, она не вспоминала, не вспоминала, к чему это привело, почему ее в это состояние привело. Понятно. А сколько тысячи людей, которые вполне могли, вполне могли, когда у них высокий стресс, подобрать себе вот эти частотные колебания, пробовать, что им подходит, отбрасывать не то, что не подходит. И вы, чтобы на это... Владимир, мы с вами делаем, ну, святое дело, потому что на самом деле это такая помощь нуждающимся. Спасибо вам огромное. Ну... А если этот ритм не подберут, пусть подбирают другие действия, которые у нас, включая их, много, именно принцип отбора путем перебора по критерию максимального соответствия, индивидуально. Да. Спасибо, Владимир. Я прошу всех, кто будет смотреть ролик, написать вопросы. Я надеюсь, Владимир найдет время посмотреть и ответить на них. Ответить там письменно, имеется в виду? Ну, там комментами, комментами. Хорошо, с удовольствием. Я все ваши видео смотрю, комментарии читаю. Вот, спасибо, да. И всем бы хорошо смотреть и читать, потому что это школа человек будущего, Homo Futurus. Мы хотим, чтобы люди избавились, наконец, от такой дикой потребности в лекарствах. Чтобы они могли сами управлять своим собственным состоянием. Как об этом мечтали и все ведущие психологи, и психотерапевты, обучали своих пациентов, клиентов. Мы не клиника, но мы тоже это делаем, потому что у нас есть синхрогимнастика, то есть подбор тысяч синхронных вашему индивидуальному состоянию. До встречи. До встречи. Владимир, всего доброго. Всего доброго. Сейчас я посмотрю, как она выключается. Потом будем запись грузить. Так. Пауза. Приостановить запись. Теперь мы должны остановить запись. Спасибо. Спасибо.